У меня есть вопрос к вам, как к эксперту. Что было летом в Тауши? Вот это вообще что было? Что мы там уничтожили всю яшму практически, взяли пост пустующий. Вообще к чему был этот? Даже не знаю, как его назвать. Мини-конфликт, перестрелка, не знаю что. Вы знаете, честно говорить, азербайджанские военнослужащие патрулировали территорию, которая была под их контролем. Насколько я знаю, они один пост оставили зимой, там было трудно пережить зиму, но он был под их контролем. Всегда было, они как спокойно на УАЗе, УАЗ-3151, обычный гражданский авт, без вооружения. В Азербайджанской исполиции есть такие УАЗы, на которых та же протянка ракетных комплексов суперсовременностей, такие как СПАК-ЛР. А тут всего лишь УАЗ-3151, на котором они просто патрулировали свою территорию, скажем так. Армянская сторона просто начала обстреливать, заняла вот этот пустующий пост, который они зимой просто оставили. И с этого поста начала обстреливать этот УАЗ. Когда в Армении расстроили этот Артур, он кричал, что азербайджанский спецназ на УАЗе продвигается, я от стыда, наверное, спотел, потому что это было настолько смешно. Это противоречило военной доктрине. Азербайджанские спецназовцы, это очень элитные войска с специальными чинами, чтобы днем на УАЗе, днем без вооружения УАЗ был. Ну, обстреляли УАЗ, УАЗ загорелся, вспыхнул конфликт, было напряжение. Я просто честно говорю, как было. Могу сказать, да. Я знаю. Не могу сказать, знаете, хотели атаковать армянских. Нет, они просто патрулировали армянскими. Нет, ты мне можешь сказать зачем? Ну, с моей точки зрения, я так полагаю, для того, чтобы занять какую-то территорию, сказать, смотрите, там бывшие власти 800 гектар, скажем, проиграли, мы, смотрите, только продвигаемся вперед, все армянские спецназы. А мы только продвигаемся вперед. Да, а мы только, это, с моей точки зрения, другого логического объяснения, когда баланс сил нарушен, та страна, которая уступает по силам тому, кто превосходит, эта страна, обострять ситуацию, это не в интересах уступающей. Слово слабое, я извиняюсь, если кого-то обижаю, но давайте честно, да, в слабой стране невыгодно обострять ситуацию. Знаете, а что мы сейчас будем скрывать после того, что было 44 дня? По-моему, уже пришло время говорить в открытом... Я вам сказал, что первая начала армянская страна. Они просто ехали на своей территории, потому что, если бы они хотели атаковать армянские позиции, то взяли в боевую машину пехоты, основной боевой танки, тяжелый бронетранспортер БТР-82А. Конечно. Без вооруженного... Этот УАЗ, я говорю, есть УАЗ-3151 с мощным вооружением. Автоматические танки, каранатамет, проэтако, ракетный комплекс, крупнокалиберный пулемет. У них все есть. Есть модификация такого УАЗа. Этот УАЗ был всего лишь УАЗ для офицерского состава. У него нет вооружения, он даже не бронированный. Он загорелся, он же даже не бронированный. Чтобы этим УАЗом наступать на армянские позиции, это было то, что начала армянская страна. Я тогда знал, что это армянская страна, но я тогда не мог этого говорить, потому что меня бы не простили. Я понимаю. Меня до сих пор мучает. Зачем? Зачем это нужно было? Тебе объяснили бы то, что говорится. Правда, хотели бы просто показать, что мы крутые, они просрали там, извиняюсь, за грубость 800 гектаров, а мы продвигаемся. Мы крутые, мы хорошие. Ведь все же армянские СМИ говорили, о, посмотрите, вот нынешнюю власть. Я в какой-то магазине сходил, смотрите. Ну, не хочу именно, дело не руководителя государства, но говорили, бывшие власти, назовем так, бывшие власти. А Пашиня, смотрите, продвигается, взял самые лучшие позиции оттуда, а ведь тогда и все вот эти правительственные депутаты говорили, взяли под прицел нефтепроводы или еще что-то там, взяли газопроводы. То есть это даже не детский сад, это как вот детей пустили к костру. Это даже не безответственность, но это преступление, я считаю. Я считаю, детей пустили к газопроводу. Детей пустили к газопроводу, то есть это даже не идиотизм. Ладно, у меня еще один вопрос к вам, как к экспертам, меня это мучает. Зачем самолеты купили? Отличный вопрос задали, отлично. Я стал объектом долгое время критики, когда я говорю, что эти истребители не нужно покупать. Ну все мои заявления, выступления в интернете. Кто желает, может запросто найти. Я знаю, что да. Я однажды был на пресс-конференции с Вова Вартановым, у нас была пресс-конференция, прямой эфир, много средств массовой информации освещают. Я там сказал, что здесь истребители не нужно покупать. Вова Вартанов там возмутился, что мы хотим построить авиацию, что-то, я ведь говорил. Покупайте то, что можете использовать, то, от чего может быть выгода. Армянская сторона купила сухой Су-30СМ. Отпратите внимание, модификация Су-30СМ. Начнем с самого главного. Эти истребители находятся на авиабазе в Шираке. Они находятся под открытым небом. Я говорил, во-первых, я долгое время говорил, просто пользуясь случаем, я это скажу, потом я всегда говорю, я могу спроектировать, я еще и специализируюсь на инженерных, квадрикационных защитных сооружениях. Я могу проектировать защитные капонеры для истребителей, железобетонные капонеры моего проекта, где можно было размещать вот эти истребители для того, чтобы вдруг, если авиабазу обстреляют, истребители остались невередимыми, или хотя бы у них был повышенный уровень выживаемости. Эти истребители стоят под открытым небом. Любой, кто узнает эту авиабазу Шираке, умри, они находятся под открытым небом возле рулевых дорожников и все такое прочее. То есть один удар с нас со стороны Ахиджанской автономной республики, в Азербайджанской республике такие дальнобойные средства огневого поражения. Реактивные системы залпового огня, сверхвысокоточные тактические ракетные комплексы, оперативно-тактические ракетные комплексы, крылатые ракеты, бесплодательные аппараты Камикадзе, хороб дальнего действия, они могут запрос одним ударом уничтожить там все. Но это еще то. Разместили. Ну, до того, как купить, я говорил, купите ту модификацию, если уж намерены купить истребитель, от которой Армении может быть выгодной. Модификацию Су-30СМ Российская Федерация произвела, чтобы решить свои какие-то задачи связаны с армейским ПВО против воздушной обороны. Первый аксет этого истребителя, модификация, там много модификаций. Я говорю о Су-30СМ. Ее Российская Федерация создала для того, чтобы закрыть свои три воздушной обороны. Обеспечить противовоздушную обороны. Российская Федерация – это очень большая территория, огромнейшая территория. У Российской Федерации нет столько войск противовоздушной обороны, что заиндоракетные системы, заиндоракурованные комплексы, чтобы закрыть все небо Российской Федерации. Правильно? Тем более, что Российская Федерация – это очень большая страна, где-то Арктика, минусовые температуры. Ты там не можешь разместить дивизион противовоздушной обороны, ПВО. Там ни военная техника, ни солдаты, ни военных служб могут этого не выдержать. Тайга, майга, все такое прочее. Понимаете? В тайге обеспечить ПВО, чтобы обеспечить снабжение этой воинской части. Это очереда огромных проблем. Российская Федерация пошла другим путем, создала этот истребитель, акцент которого сделан для введения воздушного боя. Этот истребитель может одновременно обстреливать четыре цели, нацеленность 80 километров, то есть вести обстрелить четыре воздушных цели. У него первая задача – это армейское ПВО. Я говорил, купите ту модификацию, которая может эффективно еще и поражать наземные цели. Су-30СМ тоже поражает наземные цели, но весьма скромно. Есть Су-30МКМ, модернизированный коммерческий малайзийский. Модернизированный коммерческий для Малайзии. Су-30МКМ – это Саидное вооружение военно-воздушительное в Малайзии. Малайзийцы для него купили до того, как его производить, у Росанаворонэкспорта, заказали, у компании Сухой, заказали опцион, чтобы он мог быть оснащен контейнером оптико-электронного противодействия. Это очень важно. Я вам сейчас скажу, почему это важно. Почему армянский вообще ни на что не способен, я сейчас скажу. Этот контейнер оптико-электронного противодействия, они оснащены, малайзийский Су-30МКМ оснащен французским контейнером оптико-электронного прицеливания Талис-Дамоклис. Талис-Дамоклис – это такой контейнер, кандола такая, который подвешивается под истребитель, и имеет два канала – тренингно-телевизионный, круглосуточный, тепловизионный, плюс лазерный талиномер-целеуказатель и автомат-сопровождение целей. Он позволяет применить сверху высокоточные корректируемые авиационные бомбы с полуактивной лазерной головкой самонаведения и управленной авиационной ракетой класса воздух-поверхность полуактивной лазерной системы наведения. Он лазерным излучением. Лазер излучения отражается от целей, а дойбой припасы. И наводит, да. Кстати, он может до него ночь поражать, в том числе и подвижные цели. Это важно отметить, подвижные цели. Индустрии купили Су-30МКИ, модернизированный коммерческий для Индии. Су-30МКИ. У них Lightning-5 или Lightning-4, Lightning-5, израильский. Израиля-американский контейнер прицеливания, такая же кандола, но израиля-американского производства. Азербайджанская республика, когда купила, сейчас заказала, в ближайшие дни она прибудет в Азербайджанскую республику. Пакистанские истребители ПАК, JF-17H Block-3. ПАК это Пакистан Аэронатикл Комплекс, JF-17H Block-3, Joint Fighter, Семена Стандарт Блок-3, пакистанского производства. Для нее заказали опцион, чтобы она была возможна. Этот истребитель оснащается турецким подвисным контейнером, такой кандолой, Асэль-Под. Компания Асэль-Сан, наверное, знаете, известная турецкая компания, которая производит войну продукцию. Асэль-Сан называется. Компания Асэль-Сан производит такой контейнер, который подвисит по-турецки F-16. И вот этот истребитель, который купили Азербайджанская республика, купила ПАК JF-17H Block-3, оснащает вот этим Асэль-Подом. Благодаря Асэль-Поду, более старая модификация ПАК JF-17H Block-2. Азербайджанская страна купила Блок-3. Пакистанцы сейчас используют Блок-2 в Афганистане. Пакистан защищает, поддерживает Талибан. И в Панжире против сил Ахмад Масуда. Эти истребители очень эффективно были применены днем и ночью. Применяли корректируемые авиационные бомбы американского производства. GBU-13, PVA-2. Квадит-бомб Юли-13, PVA-2. GBU-12, PVA-2. С боевой частью МК-8, Марк-80. Фугасная авиационная бомба. Но лазерная. С полуоксином лазерной системы наведения. Пакистанцы грандиозно, грандиозно. Та же ночью, за одну ночь, силы Ахмад Масуда, а там, знаете, такие укрепления были, укрепрайоны, еще когда некоторые укрепрайоны, которые еще возвышал его отец, Панжирский лев, Ахмад Шахмасуд. Панжирский лев. Представляете, со времен Афганской войны. И пакистанские истребители очень эффективно прошлись по этим линиям обороны. Ахмад Масуд и Салих, его заместители, они были вынуждены отступать, они проиграли. Они взяли панжирский лев. Там за два дня отутюжили пакистанский ВВС. Пакином работали пакистанские спецназы, СССР, который, кстати, на днях... Подождите, почему на днях? Они уже фактически, сегодня, уже фактически, если сегодня понятенник, они уже в Азербайджанской республике. Вот этот СССР, СССР. Кстати, вот это же спецназ, который пакистанский, действовал в Панжире, СССР, а эти бойцы сейчас в Азербайджанской республике, готовите к учению. Ну да ладно. Вот эти истребители... Вернемся, почему мы купили? Сейчас скажу. Сейчас скажу. Вот посмотрите, пакистанцы грандиозно его использовали, эффективно. За два дня. Представляете, что это такое? Укреп район, вот это эффективность этого контейнера. Су-30СМ не оснащается этим контейнером. Когда началась война, армянские Су-30СМ вообще... Почему купили? Купили, потому что... Если это, извините, армейское ПВО, то есть они могли же противодействовать дронам или беспилотникам, или нет? Беспилотникам, смотря как им, есть меньше эффективность. Их задача это авиация противника, это аэродинамическое авиация противника, вертолеты и самолеты. Дроны, это все-таки задача для ПВО. Хотя с Рором тоже может бороться, но если один на один с Пайер-Актар-ТВ-2, то ему нужно очень близко подлететь. В общем, не самая легкая цель для его прицельного комплекса. Это отдельная тема разговора. Хорошо, зачем купили их? Либо... Зачем? Либо... Потому что, скорее всего, не было толкового человека, который знал бы все вот это. Хотели произвести впечатление. Знаете, как на гражданского человека, это Пашинян купил истребители. Первые варили. Они, помните, летали каждый день над Ереваном на низкой высоте. То есть я это видел, но оказалось, что вот-вот сейчас зацепит шасси вот просто меня. Помните, они вот спускались низко, урчали и производили на всех впечатления. Все лето это происходило. Думаете, то есть это реально ради того, чтобы сделать сельфи на фоне Су-30? Это взгляда для того, чтобы, скажем, это ход информационный. Это информационная война. Хотели показать, что ведь звучит, пошли для гражданского человека, куда бы я ни захотел. Пашинян впервые купили истребители. Эти бывшие тратили деньги так, а Пашинян купил истребители. Да, вы правы, на меня это тоже поразило впечатление. Я-то знал, что это, я кричал, говорил, эти деньги, а там я сейчас не позволю себе сказать, сколько там затратили. 120 миллионов долларов. А уже все знают, я вас умоляю. Это легче. Вы знаете, за 120 миллионов долларов, сколько средств радиоэлектронной борьбы к 1-4 можно было купить. Ну, не знаю, но много, я думаю, что. Вы знаете, сколько дивизионов, 9К58 СМЕРШ можно было купить. Притом, снова реактивный снаряд, мы знали спуска 120 километров. Армянские используют 90 километров, там 120 можно было даже купить реактивные снаряды. А эти истребители, армянские пилоты... Еще, объясните, почему их купили без ракет? Чтобы просто летали они? Без ракет купили, потому что перед тем, как армянские пилоты использовали ракеты, они должны были хотя бы научиться на них летать. Армянские пилоты пересели с кабины Су-25 Край, штурмовик, тоже руковой, в кабину, и, наверное, планировали потом купить, наверное, вооружение для него. Управленных ракет-класса воздух-воздух у него не было. этого истребителя, сухой Су-137, управленных ракет-класса воздух-воздух не было. Потому что, если бы они были, армянские пилоты не могли бы вступить в воздушный бой, потому что они не имели такого опыта. Он только, только в 2019, по-моему, только прибыл в Армению. Спустя, почти через год, в сентябре, вступить в бой, армянские пилоты не спасли. Они просто думали, пока армянские пилоты научатся, мы потом купим ракеты, потом так-то. То есть они готовились такой. То есть Пашинян поверил, что он будет у власти до 2050 года. То есть ту пургу, которую он нес для Черни, то есть он, наверное, сам верил. Ну, посмотрите, как. Сухой Су-137 можно было, если бы хотя бы в Армении были бы пилоты, можно было кое-какое вооружение из состава вооружений, номенклатуры вооружения Су-25 кратч, этого штурмаги можно было использовать. Неуправливационная ракета, кое-какое корректируемое авиационное бомбе, или хотя бы обычные свободно падающие неуправливационные бомбы можно было подвесить под 130 СМ. Ну, армянские пилоты даже на это боеспособных опыта потом не было. Либо тут Тонуян не понимал, что он делает, ведь он же не специалист, а он же не специалист, а он не понимал, а он не понимал, что он либо, скорее всего, думал, что это была просто пиар-акция, потому что звучит, это понимаете, пиар-акция в 120 миллионов долларов. Скажите еще поодин у меня вопрос. Во время вот этих таушских событий нам впарывали мозги, что впервые в мире мы сбили... Керва Сивца. Да. Это правда? Это чушь. Это как раз тропическая чушь, притом, знаете, как я всегда говорил. То есть это откровенная ложь? Это еще какая ложь? Это еще мягко говоря ложь, керва Сивца. Во-первых, в Азербайджанской республике в этот момент летел не Керме-С-900, а Керме-С-900 Кохов. Модификация Кохов. Керме-С-900 Кохов. Более современная модификация, более хорошим квартовым комплексом обороны. Сбить его гораздо сложнее. Дело даже не в этом. Ведь для того, чтобы нашего дорогого премьер-министра еще больше превозносить, заявили, что его сбили тем, заданным ракетным комплексом, который был куплен у Ярдов. ОСАЭМ? 9К-33 М3 ОСААКМ. ОСААКМ, извини. Сейчас маленький нюанс. Этот Герме-С-900 Кохов летел на высоте 9100 метров. Он летит на высоте 9100 метров. Это его штатная высота работы, потому что максимально хотят его отдалить от опасности ПВО противника. Чем выше, тем его труднее сбывать. Не каждый заинтеракетный комплекс может на высоте 9100 метров сбивать. У 9К-33 М3 ОСААКМ максимальная высота поражения 5000 метров. Он летит на высоте 9100 метров. То, что я говорю, это факт. Этот заинтеракетный комплекс имеет дальность поражения 10 километров, высоту 5 километров. Высота поражения аэродинамической цели 9К-33 М3 ОСААКМ 5000 метров, 5 километров. Этот летел на высоте Я говорю, в этот день я, наверное, впервые позволю себе сказать, хотите вести информационную войну, научитесь вести информационную войну. Когда вы хотите вести информационную войну, вредите самому себе. Выставляете себя на посмешище. Мы-то не знали. Но мы-то ванчер, господин Амбарцуна. Я тоже понимаю, что Арсуна. И знаете, я же его знаю лично. Я как идиот, очень обрадовался, что мы впервые в мире оказывается сбили Гермес. И в личку там что-то в интернете было, чем мы сбили. То ли этим сбили, то ли... Я спросил Арсуна, говорю, у меня тут спор в телеграммах. Скажи, пожалуйста, чем мы сбили. Сказал. Да. Чем? Сейчас уже не помню. По-моему, панцирь. Нет. Панцирьчик родных. Типа панциря не было. Тор М2КМ? Нет, он сказал, что мы... Он мне сказал, что сбили Аса Акаэмом. Те утверждали, что чем-то другим. Он мне лично... Если я сейчас не скажу, я, наверное, здесь лопну. Чтобы со мной ничего не случится, дать именно сказать. И, конечно, приятно. 9К-33МД Аса Акаэм создавался тогда в Советском Союзе, когда мои родители были школьниками. Тогда таких средств воздушного нападения в мире не было. Этот заинтерракетный комплекс создавался не для того, чтобы бороться с такими бесплодательными аппаратами, с такими средствами, а Герме с 900 Кохов имеет мощный бортовый, бортовый комплекс обороны. Средства этот бортовый комплекс обороны идентифицируют место пуска и звучит мощный радиоэлектронные помехи, подавляет соц.станцию обнаживания целей, РП, радиолокатор по цвету и наведине. Нам говорили, что армянские интернетчики создали... Нет, интернетчики, айтишники создали какую-то программу. Ну, а как объяснялось, как мы Аса Акаэм... Хотел бы я узнать, а при чем тут программа изоединоракетный комплекс? Ну, вот мы взломали защиту Гермеса и сбили его. Я сейчас вам серьезно говорю. Артур мне лично написал, то есть я его спросил там, скажи, пожалуйста, очень надо, чем мы сбили? Я же, знаете, как гордился? Мне сейчас дико стыдно. И он мне написал, что мы сбили Аса Акаэмом. пиши Аса Акаэм. То есть это было просто ложь. Это даже, это я не знаю, что я вообще думаю, что в Армении каждый раз, когда я что-то в Армении, а в последнее время в Армении очень многое происходит, когда ты говоришь, деревья с раненой, больше нечто в Армении меня не удивит. Но каждый божий раз я слышу что-то, которое повергает меня в шок. Армянские отечники взломали Агермес 900 Кохов, притом это новая версия Кохов. Она одна из самых современных безмонтрественных агвардов, а потом стратегических. Израильского производства. Это летающий штаб, правильно? Я так правду? Это командный полетающий штаб. Это все одновременно. Все. Вы представляете, что армянские отечники сломали Израиль. Мне стыдно сейчас, господин наоборот. Мне и так стыдно. Вы сейчас меня просто добиваете. Но я думаю, что пришла пора просто говорить обо всем и устыдиться. Потому что только так можно. Потому что я слушал ваши интервью за последнюю неделю и вы называли то вооружение, которое сейчас Азербайджан срочно закупает. В больших количествах. И как я понимаю по всему миру. Я могу перечислить кое-что, если хотите. Конечно хочу. В Испании купили радиоакционную станцию ЛТР-25 Ланза-3 Трехкоординатная радиоакционная станция, которая на 2410 километров может обнаружиться в 37. Представляешь столько? Причем несколько дивизионов купили. Украины купили республики Беларуя купили Украины самый современный противник ракетного комплекса СКИФ стали 5 тысяч метров. Купили Шершень Шершень Д, еще одновременно 20 самых основных танков может поразить. Украины купили две радиоакционные станции, которые тоже в общем если сейчас буду купляться, наверное подписали контракт приобретение оперативно-тактического ракетного комплекса кроме того в Украине он только поступает на вооружение азербайджанская республика уже подписывает контракт чтобы его купить. У Израиля закупила такие тайнообойные средства поражения я сейчас перечислю и посмотрите оперативно-тактический ракетный комплекс Лора который кстати был применен Лора это аппликатура которая называется Лонг Ренч Артиллерия Лонг Ренч Артиллерия Я даже видел мост который был поражен Лорой влачине и кстати в конце нашего интервью напомните мне скажу почему там была эффективна применена а здесь оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер нет я сейчас об этом да это интересно кстати Лору купили два дивизиона купили двумя типами боевых частей одна осколочно фугас для поражения наземных цель вторая проникающая главная часть для поражения подземных бункеров этот мост кстати вот этим был пара поражен если видели воронку то это сверхвысокоточная система GPS глобопозрачных систем инерциальной системы наведения пусть GPS глобопозрачных систем дальности 400 километров к влоку уговое вероятное отклонение от цели 10 метров до нём и ночи в самых сложных метеоусловиях при нулевой видимости там бездаразить там GPS работать координаты понимаете вот это очень важно купили оперативные тактические баллистические ракеты Predator Hulk израильского производства которым будут оснащены реактивность салфового огня Lynx Lynx кстати Lynx тоже купили это многофункциональная реактивность салфового огня на мультикалиберное она может использовать реактивность на это колюсо 22 метра крадовские неуправляемые может использовать вот эти суперсовременные Predator Hulk это тоже оперативно-тактическая баллистическая ракета салфового огня 300 километров КВО тоже 10 метров купили для реактивности мазоплавления Lynx купили новые ракеты этих ракет у них тоже много было сейчас новую партию просто купили называется Extra Extended Range Artillery Tactical Range Artillery Миссл Extended Range Artillery кальбер 36 миллиметров Extra имеет дальность 150 километров это тактическая глубина КВО тоже 10 метров одна боевая машина может одновременно запускать 8 экстра представляете что это такое всех высокоточный боеприпас дальше пошли в Израиле купили новейшие крылатые ракеты которая называется Delilah GL или Delilah Ground Launch Delilah GL параширующие крылатые ракеты для поражения ПВО противника которые тоже запускаются с этих линксов с реактивности заполнения линкс дальность стрельбы зависит от режима применения Delilah GL очень трудная цель для ПВО противника купили новейшие разве параширующие боеприпасы типа камикадзе который называется Sky Striker Sky Striker да небесный ударник Sky Striker которую я когда 2019 сказал Израиль благодаря Sky Striker уничтожил взаимный ракетно-пушечный комплекс 76К6 Панцирь С1 если Израиль Азербайджанская республика увидела что Израиль его применил против новейших средств против воздушно-обронной эффективной я сказал готовьтесь против Sky Striker потому что сейчас Азербайджанская республика его купит прошло 16 дней 2019 год 16 дней через 16 дней Хан Гейдар Чалиев открывает новую воинскую часть КПС первая партия есть фото в интернете можете зайти посмотреть дальше купили самый смертоносный противотанкоракетный комплекс в мире еще никто лучше ничего не создавал с точки зрения противотанкового оружия называется Spike NLOS у Spike много модификаций я говорю именно об этой модификации Spike NLOS NLOS означает Non-Line-Off-Sight за предел видимости дальность стрельбы 25 километров противотанковая ракета 25 километров дальность стрельбы то есть танк где-то там выезжает за 25 километров может и не выезжать в своей воинской части могут его поразить 25 километров то есть ты отсюда стрельнул 25 километров а наводится как оптика проводной линии связи разматывается провод на 25 километров офигеть но это как корвет да такой же и корнет нет а у кого еще была проводная российских аналогов нет нет это вы говорите проводная смотрите я говорю оптика оптоволоконный кабель это другое проводной это например 9К111 конкурс у них тоже провод но это всего лишь провод не путайте там оптоволоконный кабель который позволяет сейчас объясню что оптоволоконный там не просто провод оптоволоконный кабель этого про танка ракетного комплекса это про танкового ракета у нее головка самонаведения пройдем притом купили ту модификацию спайк она из которой круглосуточная и эта версия спайк она написать мк2 мк4 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 или там мк4 мк4 экзактор 1 телевизионная головка самонаведения телевизионная головка наведения плюс тепловизионная тепловизионная круглосуточная вот это управление ракета при подлете снимает все что видит свои головки наведения и по проводному опыту оптоволоконным кабель передают азербайджанским операторам изображение что он видит я на свою это моя управленная ракета я вижу что видеть на своем дисплее этот метод позволяет атаковать при наличии любых помех это важно отметить потому что оператор идентифицирует помеху американские в чем 148 джевелин с инфракрас теплоголовка самая если он например французский основой так амикс 56 леклер имеет ложную тепловую цель если леклер выстрелит ложную тепловую цель джевелин может захватить ложную тепловую цель азербайджанские операторы все я понял а оптокабельно это важно отметить а он атакует сверху по другом 30 градусов от нормали к земле почему армянские танковые войска в оборонной линии армении вот так легли армянская армянского армии была стратегия основывая танк в окопе за это башня до армянские генералы думали ну если в армянской арбахской войне это было такое мощное укрепление основывая танк в окопе его трудно поразить потому что башня только но суть в том что спайк и другие версии спайк они атакуют сверху когда сверху атакуют это основной танк в окопе без разницы двигается стационарно стоит он в окопе или на земле его в крышу потом в крыше это самое слабо защищенное его крышу потом там у спайк мощная тандемная кумулятивная боевая часть которая понимает тысячи миллиметров габаген на прониза динамической защиты как и встроены динамической за такие за нависто динамической защиты один удар и башня отлетает при этом купили в двух версиях 1 стандартную культуре боевая часть для поражения основных воев танков противника вторая скучно фугасная часть для поражения объектов противовоздушной обороны противника пристали до себе этим кстати некоторые дети к 33 м3 а сайкой были уничтожены именно будет благодаря спайке l os кстати купили спайк l r спайк лонг ранж танец 4000 метров разбуд kami спутки купили спайк е р спайк экспеди трэндж тонич 8 тысяч метров купили лахат новый против танковая ракета лахат лазерхоминг антитанк или лазерхоминг топотакмисы лазерхоминг антитанк а значит лазерхоминг антитанк в розановке ракета но более современная версия не жале и чем что четырнадцать хелфаер 2 слышали дамикас к лекарным лоханом более усовершенствованная версия лохат у них пола активности на день тоже атакуете кстати у лоха то есть маленький нюанс я как-то давал интервью рассказывал как его будет применять у меня никто не слушал знаете как лохат применяют он им обооружен вертолет ми-17 азербайджанский вот тут кара или склон какой-то лекарах за горой армянские силы подлетать ми-17 запускает лохат и уходит дальше лохат летит по инстаграме системы наведения за три секунды до поражения на земной боец например яшма боец спецназа яшма или разведывательный беспилотатель аппарат включает свой лазер в дальнем вертеле указаться подсвечивается лохат летит поражает цель сам вертолет уходит из зоны поражения это очень важно это это тактика она очень таки пригодилась во время этой войны лохат можно подсвечивать например карнет и невозможно карнет и совсем по другому принципу действию там это а тут эта система позволяет наводить либо по помощью беспилотательного аппарата с поливы с помощью наземного наводчика и так и так применяли но сам вертолет уходил из зоны поражения это кстати важно отметить купили вот эти лохаты купили новые автоматы таборта 21 товар ситар 21 команду того x95 легендарно вот эти автоматы более современная версия товара купили для спецназа то уникальный автомат уникально штурмовая винтовка автомат который очень пригодился азербайджанский спецназоваться так как этот автомат по системе пулпап он укороченный это важно ответить если а посмотрите чтобы иметь хорошую дальность прицельной стрельбы танец прямого быстрее нужно иметь длинный ствол длинный ствол автомат он длин а тут смотрите как автомат по системе пулпап он хороший длинный ствол но он укорочен ведь магазин но здесь вот ствола здесь начинается это компактность они позволяют азербайджанский спецназом штурмовать еще и дома например где-то с армянским спецназом были бои в домах каких-то стесненных пространств условиях нам или узкие какие-то улицы все и этот азербайджанский спецназоваться автомат давали большое такое преимущество при том у них много преимуществ я могу сказать толк перечислять много чего купили я самое важное перечисляю турецкой республики реактивная система залпового огня т-300 кассирка тальности вы сто пять километров за что пять километров кстати купили таргет 300 каплан таргас и туркишку айди троги таргет 300 каплан турецкого производства капла насчет тигр на турецком языке у не дали стрибы 120 километров это оперативная глубина 120 тактического ракетного комплекса 970 1 . у такая же дальность либо просто каплан более точная версия нежели вот . у понимать до до 120 километров каплан без кого круговое вероятное отклонение от цели 50 метров то есть к купили самое страшное купили крылатые ракеты то где это вооружению которого армении нет крылатые ракеты купили сомбе 1 партию купили сомбе 1 сомбе 2 это я правильно пойму что азербайджан собирается воевать с арменией крылатыми ракетами сомбе 1 был применен против армянских побов он применялся сомбе 1 а уже применялся 2019 году в марте месяца я даю большую пресс-конференцию это мое интервью очень многие армия азербайджанские сми берут я точно рассказываю смотрите как эти крылатые ракеты будут уничтожать пово они не просто могут обходить они уничтожают они предназначены для того чтобы уничтожить пово противника сомбе 1 сомбе этого аббревиатура смотрите на за сад отеля но там из ли мухимат листендов мухимат или стендов мухимат листендов мухимат серфисы или просто сайдов миссал сомбе 1 у него скотч фугасная боевая часть для поражения наземных целей сомбе 1 изготовлен по технологии стелс он огибаем его корпус огибаем радиоукционные например 10 к 30 радио 10 к 331 контором 2 км легендарно вот эти супер современных а который предпочтение купили его радиоукционные лучи кадра соприкасаются сомбе 1 они пола они отклоняются половина вверх половина вниз так как он корпус обтекаем плюс сомбе 1 изготовлен в сторону невозможно поразить смотрите плюс сомбе 1 покрыт радиопоглощающим материалом рам когда турецкая республика участвовал проекте f-35 истребитель там турецкая республика тоже примена участие в его создании ф-35 файтер лайтник 2 джейс отчет пайтер турецкие специалисты оттуда ухватили вот эту технологию стелс вот это радио поглощающий материал рам и они были были мне в свою свою военном по всей войны промышленности эти сомбе 1 имеют вот это радиопоглощающий материал сомбе 1 имеет минимальную эффективную площадь рассеивания это радиоукционная заметность его для того чтобы тором 2 км смог хоть хоть какой-то вероятностью спицы он должен быть очень близко суть в том что даже если сон будет пролетит мимо не факт что тором 2 к может его уничтожить никто сейчас точно может не может сказать даже создатель тора точно не может сказать он может перехватить ее или нет есть вероятность но маленький нюанс сомбе 1 потом купили кстати неделю назад купили в первые купили сомбе 2 если сомбе 1 мета скучь фугасную получать для поражения наземных целей сомбе 2 имеет проникающую боевую часть сомбе 2 имеет лидирующий к мульти назад основной фугасный заряд когда сомбе 2 предназначили опорожать самых современных самых мощных укрепленных сооружений бункеров сомбе 2 попадает в цель взрывается срабатывать кумулятивный заряд пробивает отверстие проникает основная часть сомбе 2 и взрывается фугасного и внутри то есть она проникает внутрь сомбе 1 и сомбе 2 имеет нюанс опцион про обходить кого противника смотрите как если там супер современный павло сайта допустим который может перехватить сомбе 1 сомбе 2 они программируются помощью gps клубов изыщеных систем плюс тарион контур мальчик есть такая система цифровая карта местности да да я понял то есть пока они обходят вот это предположим право правильно он подлетает обходит его потом вот тут цель тут . пуска если он проникет через вот это повал его можно он до перехватил менять маршрут он отклоняется меняет маршруту обходя обходит того полностью точно поражает цели меня к вам вопрос есть если бы во время 44 дневной войны азербайджанцы захотели бы поразить правительственные здания в арцахе или бумки командный бункер в арцахе они положили сто процентов не то что в арцахе ереване могли бы поразить я я знаю что вы не шутите я был во время войны в степанакерти да ну там как штаб разнесли сезон до смерчем на площади в степанакерти где собственно все правительственные дома это мне тоже вопрос не могу ну если нахожу ответ не то что там а то не пострадал нас как я знаю вообще ничего не было причем все вся шушера к провластная которого отсюда поехала они все жили в гостинице армения которые на этой площади например мы там другом месте жили а на этой площади ничего не пострадало вообще то есть у азербайджанцев есть силы и средства они могли пробиться через ну пв уже не было я так понимаю даже если бы было пво армянская не перехватил не перехватил вот rg-300 каплан пво армении с 300 ps с 300 пт они не были предназначены они были предназначены перехвата тактических полистических ракет максима оперативно-тактических полистических ракет 0 и реактивность на трсс а трг-300 каплан изготовлен по масса говорить на фаба со габаритных характеристика реактивного снаряда он меньше чем тактическая баллистическая ракета уж доля прихватить поэтому все что захотели бы они бы его уничтожили скажите если вы знаете да конечно ну понятно что во время сорока четырехдневной войны и азербайджан там истратил много оружия и потерял да там мы что же подбивали все-таки их танки этими артиллерии как я понимаю это максимум до артиллерии я так понимаю азербайджан не только пополняет свое вооружение но и обновляет его а мы как-то что если знаете если можете что-то сказать я не имею права говорить но в общих чертах мы можете сказать что то ну там хорошо что можете сказать ну что получать арсенала российской федерации сейчас армия не может подписать контракт и быстро получить по тем более финансовое состояние армия сейчас российской федерации что-то для того чтобы армия сами знаете плохом состоянии вооруженные силы что-то по братским исходя из братских соображений своих своего вооруженного арсенала то есть она не произвела то что это то что на сайт на вооружение вооруженных сил российской армии она что-то снимает отправить просто в армию но смотрите по поводу пораженных целей если позволите день да конечно расскажу смотрите смотрите как вот армянские силы открывали огонь и используя протянка ракетный комплексить к 129 кормит на дать 5500 метров они что там поражали и думаю что они поражали вооруженность и азербайджанские республики то войны передовые позиции оснасти ложными целями это надувные танки смотрите у нас тоже они были вы посмотрите какие были там это не просто резина надувной макет этот эти надувные танки в оптическом диапазоне их на дальность тоже 100 метров не отличишь от реального в тепловизионном диапазоне у него три грелки по портам это насос все время когда работает к его надувать но насос все время тоже работать потому что где-то есть маленькая дырочка там воздух может и он может продуться чтобы этого не было насос все время работать когда нас сработает эти грелки по портам утопляют утепляют да вообще выделяют тепло выделять тепло инфракрасная тепловая заметность идентична реальному основному танку когда азербайджанские силы смотрели на армянских они отличали в тепловизионном диапазоне там ничего не было их не вот эти грелки притом и она из специальная резина который не по мне пропускать инфракрасные лучи азербайджанские вот эти макет они в реальном в тепловизионном инфракрасном диапазоне были реальным основным боевым танком плюс в радиоукционном там вставляли уголковый отражатель к если бы когда армянские силы используются на артисе леопард это станция разведки в радиоукционном станции разведки надземных движущихся стационарных целей так это сна артисе леопард работал благодаря уголковому отражателю увидел реальный основной боевой танк азербайджанский но там был макет потом когда армянские силы открывают огонь это на своем youtube канале подробно расскажу что это такое плюс вставляли маленький радиоимитатор чтобы излучал имитировал работу радиостанции основа боевого танка чтобы армянских сил кстати те радиоимитаторы везде были использованы которые метели имитировали работу кашем командно-штабной машины армянской артиллерии от кого огонь там все же радиоимитатор который стоит в талии от азербайджанских войск это еще то есть то половину того что мы поразили согласно артину глава на сяну это были радиоимитатор я правильно правильно это еще не все а и еще одно что отчетного все говорил что наши эти надувные танки такие хорошие что там каждый там по три раза уже поражали это разить резиду она лопнет понимаете надувной талии попасть она просто лопнет это резина на пусте я в курсе смысле туда ставят новые и они опять приходит то есть она это имя такие суперсредства разведки вы спутник азерская имея турецкий спутник геок тюрк 1 геок тюрк 2 мощнейшие средства разведки имея это он горил средствах массовой информации это же не нет это у меня кстати лично тоже говорил это у меня баррел в средствах маус 1 поразили интересно как-то второй раз армянский силу устанавливает этот макет там что не видят что макет установка до азербайджанский силу устанавливаются и макеты до войны брали комплекс антиснайпер обнаруживали армянские средства разведки под антиснайпер излучая мощное лазерное излучение ослепляли армянских разведчиков в тайне где-то там составляли свой макет маскировали насос включали только до войны понимаете во время войны включили его только они ослепляли армянские позиции например тр-4 турборазведчика т-4 или тр-8 турборазведчика 8 или это какая-то какая-то камера армянской разведки на передовой стоит прибор антиснайпер сканер призназначили ображать оружие любой оптики противника включаешь кнопку излучать можно лазерное излучение ослепляет армянских разведчиков поэтому азербайджанский стиль имели возможность но это еще полдео смотрите что вчера я впервые об этом в сми говорил но сейчас скажу по поводу работы армянской артиллерии не странная ситуация не знаешь смеяться и плакать это факт 2013 год и мать имелистика бара . латая служба национальной разведки турецкой разведки турецкой республики передают азербайджанские республики специальную аппаратуру эта аппаратура формируется особое спецподразделение в составе войск рэп азербайджанской республики подразделение которых нет ни нашивок не опознавать не войска это воинская часть не имеет ни номера ничего они просто призраки это они не участвуют на параде их они никто ничего не знает это со специалисты радиоэлектронной борьбы рэп их задача это радиотехническая разведка радиоразведка радио перехват и рэп радиоэлектронное подавление смотрите что они будут вас делать есть специальный комплекс который заведет радиоразведку не радиотехническую разведку радиоразведку перехватывает радиоэфира армянской стороны азербайджанская сторона прекрасно зала какой голос уже долго видим этот долгие годы этот комплекс на дежурстве ведет перехват армянского радиоэфира они знали какой клоц какому армянскому командиру принадлежит при том маленький нюанс армяне на разных в разных концах армении говорят на разом армянском например я не реванец говорю барсанома бери тага реванец говорит дерево бери тага это вообще разные армянцы ну да разные диалекты армянин армянин говорит я могу даже не понять что он говорит кто там не понять понимаете это тоже учли скажем скажет но трудно то есть отличая что там реальный акцент или азербайджанская сторона ведет тюрьма радиоразведку создают банк данных базу данных упорядочить упорядочивает свою базу данных это войска артиллерии вот этот офицер вот такой-то звание звание это все у них было все записывали голосовой эфир если у одного человека записать 100 слов но так чтобы в эфире четко было слышнее эти слова со словно четко чтобы они были слышны с можно имитировать любую интонацию и любую речь этого человека благодаря этому если записать 100 слов ну да было понимаю ну там когда не записывали радио эфир там нету от каждого офицера не то что сто слов было тысячи слов было понимаете есть преобразователь голоса смотрите как это работает например как работает армянская артиллерия вот здесь кора на горе армянские спецназовец выполнять роль артиллерийского корректировщика вот тут закрыта огневая позиция армянской ствольной артиллерии это армянской ствольной артиллерии по радиосвязи должна получить целеуказание от армянского спецназовца или спецназ передают на кашем командно-штабную машину оттуда передают артиллеристам армянским и когда эти кашем начали обстреливать сам спецназ запрямую армянской батареи передавал информацию по радиоэфиру там даже знали позывные смотрите что делают перехватывают эту информацию то что паука вывод так как он на радиосвязи по рации которая армянской спецнации дает цели указания записывают эфир а там уже знали кто есть кто там есть преобразователь голоса как эта аппаратура работает ты можешь другим голосом говорить она может приобрет я преобразовать в интонацию от конкретного человека тонацию диапазон в притом если нужно выбрать акцент ну вот и можешь это интонации выбрать даже акцент как он акцентом говорить долгое время азербайджанские разведчики работали например я говорю дверь стол стул переводится определенный язык долгие время азербайджанские разведчики работали записывали вот эту систему подавляют армянского спецназовца излучать мышечную радиоэлектронную ну например вот это квадрат я работаю к вам этот квадрат подавляют не все подавляют чтобы армянские артиллеристы остались без связи если все подобить армянский артиллерист уль они останутся без связи они подумали тот сектор где находится армянский корректировщик артиллерии голосом этого корректировщика выходят на в эфир с армянскими артиллеристами передать ложные координаты координаты армянских позиций армянские артиллеристы думают что это их корректировщик вышел на связь чтобы сообщить координаты цели они стреляют и попадают в армян понимаете армянской артиллерии обстрелить армянские войска как это работает таких случаев много было думаю немало много прилично точно знаем это стопроцентная информация притом притом современная версия этой программы позволяет говорить на азербайджанскому преобразовывать одновременно переводя на армянский одновременно ты тут говоришь но в эфир выходит уже преобразованный той необходимый для деба голос армянские силы обстреле вот сейчас ему джалла ручнями о том что он вышел на эфир дал приказ не дал приказ так сяк сяк там тоже у нас скорее всего было именно вот так джаллов не отрицает что я не вникал подробности но вот этот случай он был распространенным случае когда а ведь там если здесь другая армянская артиллерийская позиция эти армянские артиллерийские знают что там их позиция правильно тоже они заранее знают координаты если просто так просто к таким координат армянских позиций они могут догадаться то тут хитрят говорят выходят на свете армянским артиллерийским горят там армянская позиция но его захватили вооруженность азербайджанская республика он уже не армянский обстреливайте армянские артиллерийские обстреливай свои же позиции понятно вы обещали рассказать почему была эффективна лора и почему не был эффективен искандер которым все-таки выстрелили как я понимаю четыре раза применяли два раза пашуше применяли два раза хотели обстрелять допустим город покой сейчас точно могу за что они обстрелили они были перехвачены к подставам города баку средства противоракетной обороны вооруженности азербайджанской республики один рамбаку возможно именно баку я не могу точно сказать потому что она была перехвачена в небе поэтому что там хотели обстрелять но точно знаю что например даже граждане азербайджанской республики в эту ночь когда прибыли все это применение что слышали мощные взрывы и вспышки смотрите как было применено когда данная оперативно-тактическая баллистическая ракета дети м723 комплекса дети к 720 секундарем план уже оказалась зоне действия противоракетной обороны вооруженности азербайджанская республика по одной из них сработала заинно-ракетная система зерс с 300 пм2 фаворита российская но это не просто с 300 армянский с 3 спсс респекта не старый азербайджанская версия азербайджанская республика два дивизиона самых супер современных с 300 пм2 фаворит они призназначили ирана но когда джордж буш объявил санкции ира в эмбарго в адрес ирана российская федерация просто продала азербайджанская республика была дивизиона с-300 пм2 фаворит на дались 200 километров перехватывает аэродинамические цели 40 а это баллистические цель 40 километров полистические цели запустил одновременно запустили по джおに же devastating ракета 408 и 6 едва указаном что aerospace и к костюбе в크 200 кадров который назначил разрушение это пуллистическая ракета 2 ракета пустили по одной цели余 убил что же просто данную оперативную тактическую баллистическую ракету комплекса Искандер, 9М723 комплекса 9М720 Искандер. Вторая перехватила израильская система противоракетной базы воздушной обороны, которая называется БАРАК-8ЕР, БАРАК-8 Extended Range, или БАРАК-8ЕР, которая называется ЛРСАМ, Long Range Surface to Air Missile, израильская АПРА. Они перехватили к подступам, она даже в небе была перехвачена, уничтожена. Почему эффективность, например, по Шуши, когда били, неэффективно били. А по Шуши? То есть мы сами долбанули по Шуши? Я так понимаю, были объекты, которые армянская сторона не захотела, чтобы попала в руки Азербайджанской республики. Наверное, единственное объяснение, я могу так понять. Потому что дважды били по Шуши, дважды по клубине азербайджанской территории. То, что в Шуши, фрагменты, азербайджанская сторона нашла, идентифицировала, там был индекс 7М723, его невозможно ничем спутать, притом не 9М723э экспортная версия, дальний спуск 280 км, а 9М723э, то, что Российская Федерация применяет, дальний спуск 500 км. Смотрите, как я долгие годы кричал, даже в 2013, до того, как я выступал как военный эксперт, кричал об этом, в 2018, когда я начал выступать как военный эксперт, на всю страну кричал, что у Армении средства дальней артиллерийской разведки. Без таких средств стратегической артиллерийской разведки такие оперативно-тактические ракетные комплексы неэффективны. Думаете, как создавать? Можно было что-то... Меня никто не послушал. Смотрите как. Вот этот оперативно-тактический ракетный комплекс, Китика-720, Искандар-М. Та, и спуска 500 км. Правильно, оперативно-тактическая глубина. Эти оперативно-тактические ракетные комплексы применяются по самым приоритетным, стратегически важным целям. Такие цели каждая сторона отводит от линии соприкосновения максимально, насколько возможно, в глубину своей территории. Предположим, от линии соприкосновения 300 км глубина. Предположим, да? Условно. Ты должен на вот эти 300 км обнаружить цель, идентифицировать цель, определить его приоритетность в режиме реального времени. Метеотанной определить, а уж потом открыть огонь, чтобы его уничтожить. У армянской стороны не было таких средств разведки, чтобы на такой глубине обнаружить цель. Даже на 50 км не было возможности, что не говоря, 300 км. Смотрите как. То есть о цифровой карте, о наведении мы даже уже не говорим. О чем? Смотрите как. Вот это ангар. Там дальнобой реактивный системы залпового огня противника. Это приоритетная цель для такого оперативно-тактического ракетного комплекса. Правильно? Через час, например, если как-то ты добыл развед данные, что там вот это все-то стоит, например, вот это агент, если в режиме реального времени у тебя не будет таких возможностей, противник может через 20 минут после получения твоей информации дислоцировать, штатно, оттуда перевезти, вынести это вооружение, ты поразишь просто пустой склад. Даже этот пустой склад не могли обнаружить. Поймите как. Смотри, Азербайджанская республика работает как? Есть спутник Азерскай, спутник за каждый день снимает солнечно-синхронную, он стоит на солнечно-синхронной орбите, каждый божий день он снимает с разрешением полтора метра. Этого хватит, чтобы с космоса разглядеть номера гражданского автомобиля. Каждый божий день этот спутник разведывает территорию в площадь 2 миллиона квадратных километров. Вы знаете, что такое 2 миллиона квадратных километров? Где Армения и где 2 миллиона квадратных километров? Что это такое? Притом Азербайджанская сторона с Францией в соглашении. Франция должна каждый божий день давать спутники, еще и спот-6, спот-7 он уже полностью азербайджанский, но спот-7 он азербайджанский, спот-6 он французский, принадлежит французским властям. Но Франция каждый божий день те участки земли, которые не ходят в стратегические интересы Франции, вот остальные участки, там на карте, насколько я знаю, обозначили азербайджанского правительства, те точки, где они не будут, снимки которых, они не будут давать азербайджанские власти азербайджанские власти, азербайджанские территории, на самом деле территория Франции, что-то вроде из блока НАТО, там попросили у француза что-то из блока НАТО. Все остальное, этот кавказский регион, да, за Кавказией, все вот это, снимки, спот-6, каждый божий день дают еще азербайджанской стороне. То есть, азербайджанская страна имеет свой спотник спот-7 азербайджанские работает им, еще и французы изображение спот-6 дают азербайджанской стороне. Плюс, работают турецкие суперсовременные спотники Георг-Тюрк-1, Георг-Тюрк-2. Они еще большим разрешением, по-моему 0,7, по-моему 0,8, если не ошибаюсь, Георг-Тюрк-1 снимает разрешение 0,8, азербайджанский Азербайджанский снимает полтора метра разрешения, Киок-Тюрк-1, у него, по-моему, 0,8. Ну, то есть, где-то вот с этого расстояния. Он еще более супер-восоточный. То есть, мы могут посмотреть, который час на моих часах. Я знаю, что можно посмотреть. Был с ними, когда смотрели гражданский человек читать газету. На фото, которое я видел, которое было сделано у Киок-Тюрк-1, там было ТАТО выхода газеты. Ладно, это еще. Все. Этот спутник позволяет на всей глубине Армении обнаружить самоприоритетные объекты. Вы считаете, что это 2 миллиона квадратных километров в каждый божий день? Притом 2-2 миллиона. Каждый из них снимает 2 миллиона. Представляете, что это за детальная разведка? Плюс турецкие спутники, еще там пакистанские спутники. Есть соглашения, которые израильские спутники, которые пролетают над этим регионом, еще и израильские спутники дают изображение. Плюс, смотрите, с вашего разрешения. Плюс, смотрите, вы помните, наш любимый Николай Бабаревич Пашинян сказал, бывшие власти Армении купили металлолом за 42 миллиона долларов. Помните? Да. Он сказал на сцене в прямом эфире. Он имел в виду комплекс пассивной радиотехнической разведки 1А222М автобаза М. Это автобаза М. Он считает металлолом за 42 миллиона долларов. Помните, он сказал, он даже не стреляет. Правильно, автобаза М не стреляет. А теперь, внимание, Азербайджанская республика создала, почему реализовала концепцию бесконтактной войны? Эта концепция состоит из двух основных частей. Тальная артельская разведка, тальная боевые средства, высокоточные огневые поражения. Правильно? Ракетно-артельские войска. Вот это средство разведки, оно у них подразделяется. Не только спутники там разведывают. Комплекс пассивной радиотехнической разведки в Украине Кольчугаем. Они купили в Украине вот этот аналог автобаза, но это Кольчугаем. Это гениальный комплекс пассивной радиотехнической разведки. Кольчугаем обнаруживает радиоизлучение, идентифицирует их, определяет их координат. Ихтекиридет, шата-далгата, высота над уровнем моря. Благодаря комплексу Кольчугаем, азербайджанская страна на всей глубине армии, ПВО-армии, все, что есть, командно-штабные машины, это все радиоизлучение. Кольчугаем видит все. Радиоизлучение радиостанции водителя такси, заканчивая радиолукционным станцией ПВО. Все радиоизлучение Кольчугаем видит. Они идентифицируют, долгий год записывал армянский фирм. И дают целеуказание. Кольчугаем обнаруживает места дислокации армянских РЛС, радар, любой занятый ракетный комплекс, это соц.станция обнаруживания целей, РЭДПН, радиолоката по цвету. Он обнаруживает их позиции, идентифицирует. И дает целеуказание ракетно-артиллерийским войскам вооруженных связей Азербайджанских. Они уничтожат армянское ПВО. Поэтому армянское ПВО, если я не ошибаюсь, 5 или 6 занятый ракетных комплексов, армянское ПВО были уничтожены в первые дни. Ну, вообще говорят, что там в первый час 12 станций было, ПВО уничтожено. Нет, нет, нет. Именно этого занятого ракетного комплекса. ПВО много чего было уничтожено за один час. Но вот этот ТОР-М2КМ... А, ТОР вы имеете в виду, да? Да, не только. Там ПВО за один час, не ТОР, не 12, а 36 было уничтожено за первые часы. Но дело не в этом. Я говорю о ТОРе. ТОР-М2КМ. Я о нем говорил, что первые дни вот эти... Они были благодаря комплексу Кольчуга-М, обнаружили его радиоизвучение, идентифицировали, определяли местонахождение. А у армянской стороны вот этот, в кавычках, металлолом, этот 1А220 автобаза, стоял где-то там в воинской части, и вот руководитель, верховный главный командующий вооруженными силами, говорит, что это металлолом. Его вообще включали? Нет, не было таких расчетов. Смотрите, как его не только нужно включать, его нужно уметь эксплуатировать. Кольчуга им, азербайджанские, день и ночь 2013 года стояли на боевом дежурстве, записывали эфир. Он имеет банк данных. Для того, чтобы он идентифицировал цель, он должен все время записывать эфир, твои офицеры должны идентифицировать, что это за радиоизвучение, ввести его банк данных, чтобы он когда обнаружил, он в цифровой карте, оператор видел, что это. Если даже армянские автобазы включили бы, армяне, да, они, понимаешь, чухни, вот этот банк данных, чухни, я понял, да. Я уже эмоционально, я в ужасе. Я думал, я был в ужасе, когда смотрел ваши те интервью, но я сейчас в ужасе просто десятикратно. То есть вы тех интервью, считайте, ничего не сказали. Я знал, что плохо, но не подозревал, что до такой степени. Я хотел в конце вам задать вопрос. У вас опять ощущение, как в прошлом году, что нас ждет война? Ну, я боялся вашего ответа. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий.